Десять лет назад на открытии Музея народной игрушки Сергей и Наталья Квач подарили ему свою коллекцию. И сегодня первую выставку юбилейного года открывают новыми экспонатами из коллекции давних друзей музея. Жбанниковские свистульки, яркие повозки, запряженные воронными конями и особенная часть экспозиции – причудливые слоники. Прийти, посмотреть, увидеть особенные экспонаты самого маленького слоника, который меньше 10-рублевой монетки, стеклянной, очень маленький. И слоников, которые в образе мамы с ребенком боятся мышки, и слоненок залез на маму, прячется от этой мышки. Очень интересные матрешки. Здесь можно увидеть возрождающийся промысел – Мериновская роспись семеновской матрешки. Это работы мастерицы, члена Союза художников Тамары Корьевой. Среди экспонатов выставки есть и традиционные городецкие игрушки Александры Соколовой. Например, праздничная новогодняя повозка, а также кони-качалки и кони-каталки. Очень интересный подбор Ермиловской игрушки. Современный, а также именно старинных образцов, выполненный уже сейчас в современном материале. С современными мастерами и на новом материале. То есть Ермиловскую игрушку тоже можно посмотреть. Она очень интересная, красивая, опытная, вспомнить свое детство. Потому что когда-то Ермиловские игрушки были в каждой, наверное, группе детского сада. Они были очень расхожие. Выставка «Раз игрушка-два игрушка» будет интересна как детям, так и взрослым. Каждый сможет найти в ней что-то близкое сердцу. Продлится она до конца марта. Посетить ее можно, записавшись на экскурсию предварительно. Подробнее об экспонатах новой выставки и других игрушках, а также о том, как создавался музей и кто стоял у его истоков, мы расскажем в новом выпуске программы «Пешком по Сарову» уже в ближайший четверг, 25 февраля. Анна Пилипец, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.